Православные встретили светлое Христово воскресенье. На торжественное богослужение в столице Чукотки собрались сотни прихожан, чтобы услышать главные для христиан слова. Чукотка первой в стране встретила главный православный праздник. В Анадырском кафедральном соборе за полчаса до полуночи собралось более сотни прихожан, чтобы помолиться и услышать главные для всех христиан слова. Христово воскресенье! Ровно в полночь с колокольня храма Святой Живоначальной Троицы раздался колокольный перезвон. Священнослужители во главе с архиепископом Ипатием вышли на крестный ход. Все прихожане с песнопениями проследовали за клиром, уже переодевшимся в праздничные красные облачения. Это главный цвет Пасхи, символизирующий не только пролитую кровь, но и радость, и торжество. Господь наш Иисус Христос воскресает. И как говорит Священное Писание, Он первенец из воскресших людей, первенец из мертвых. И таким образом Он нам показывает тот путь, который пройдет каждый человек, живущий здесь на земле. Также мы все воскреснем по трубе Архангела и пристанем пред Ним, и будем давать ответ, отчет о той жизни, которую мы здесь прожили. Как мы жили, как трудились, как любили Бога, как любили ближних своих. Это очень важный момент. Торжественные слова о воскрешении Христа звучат на протяжении нескольких часов праздничной службы. За священниками их повторяют и прихожане. Христос воскресе в православии – это истинная весна, светлое, радостное утро новой жизни. В этот день все благости поднимаются и хочется себя очистить от всех грехов. Мы все грешные люди, конечно, и хочется очиститься и приблизиться к Богу. Пасха для меня – это, наверное, светлый праздник. Вот именно в этот праздник, который хочется в храм прийти, помолиться о наших наших служащих, помолиться о себе, о близких. Самый главный праздник у меня в году. Самый главный. Много главных, но это самый главный. Почему? Почему? Я верую в Бога. Вот с таких малых лет верую в Бога. Меня воспитывали в вере. На праздничную службу в Анадре пришли более сотни прихожан. Многие из них были с детьми. Это для нас один из самых важных праздников в году. И мы его ждем. Печем куличи, красим яички. Прививаем культуру христианскую своему ребенку. Очень важен этот светлый большой праздник. Мы всегда приходим в церковь, святим куличи. Всегда печем их сами. Вот ребенка тоже привожу. Ну, нравится, нравится атмосфера праздника такого хорошего. С наступлением праздника Святой Пасхи православные разговляются после Великого Поста. Главными атрибутами праздничного стола являются крашеные яйца куличи Пасха. Целый день жители Анадре несли в храм праздничную снеть, чтобы батюшка благословил ее по православному канону. Сейчас у православных начались 40-дневные пасхальные праздники. Они окончатся Вознесением. Согласно православному календарю, оно будет отмечаться 25 мая. Владимир Сироткин, Александр Кузьминов, Арсений Гусев. Вести Чукотка. А сегодня православные в Анадоре встречали благодатный огонь из Иерусалима. Чудо его появления в храме Гроба Господня наблюдали сотни верующих, в том числе из России. Благодатный огонь сошел в Великую Субботу накануне Пасхи, ровно в полночь по времени Чукотки. Делегация Русской Православной Церкви в этот же день доставила огонь в Москву, где его частицу получили представители Чукотской епархии. На самолете авиакомпании «Россия» святыня прибыла в Анадрь. Здесь ее торжественно встретили священнослужители и прихожане. Благодатный огонь символизирует свет воскресения Христова. Верующие считают его настоящей святыней. Архиепископ Анадрский Чукотский ипатий провел благодарственный молебен в Кафедральном соборе и сообщил, что по возможности благодатный огонь в пасхальные дни будет доставлен во все районные центры округа. После молебна в честь благодатного огня владыка ипатия обратился к прихожанам. Главное это то, что Господь благословляет жизнь людей. То есть когда огонь сошел, значит люди могут спокойно жить, трудиться, семьи создавать, детей своих рожать. Вот это главное. То есть Господь благословляет жизнь людей на земле. Присутствие огня благодатного – это особое присутствие благодати. Я всех вас призываю, пожалуйста, в храм придите, вы сами это почувствуете. Очень интересное явление – благодатный огонь.